Тема лекции. Делегирование полномочий в образовательном учреждении. План лекции. Первый вопрос. Делегирование полномочий. Понятия, типы, принципы. Второй вопрос. Преимущества и недостатки делегирования полномочий. Ошибки делегирования полномочий. Цель занятия. Раскрыть значение понятия делегирования полномочий, определить виды, принципы, рассмотреть преимущества и недостатки делегирования полномочий. Итак, первый вопрос. Делегирование полномочий. Понятия, типы, принципы. Вначале дадим определение, что такое полномочия. Полномочия – это ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых сотрудников на выполнение определенных задач. Полномочия бывает двух типов. Линейные полномочия – это полномочия, которые передаются непосредственно от руководителя к подчиненному. Линейные полномочия предоставляют руководителю узаконенную власть воздействия на подчиненных. Делегирование линейных полномочий создает иерархию уровня управления организацией. Второй вид полномочий – это штабные полномочия. Они основаны на выполнении определенной функции. Штабные полномочия чаще выполняются штабным аппаратом. Штабной аппарат бывает следующих видов. Первое – консультативный аппарат. Это консультирование линейного руководителя экспертами. Второй – это обслуживающий аппарат. Сюда входят кадровые службы, отдел бухгалтерского учета, финансов и т.д. И третий вид штабного аппарата – личный аппарат линейного руководителя, куда входят секретарии, заместители, директоры. Следующее определение термина «делегирование». Делегирование – это передача задач и полномочий лицу, который принимает на себя ответственность за их выполнение. Делегирование представляет собой средство, при помощи которого руководство распределяет среди сотрудников задачи, которые должны быть выполнены для достижения цели организации. Делегирование имеет свои принципы. Перечислим их. Принципы делегирования. Первое. Четко определять уровень исполнения и требуемые действия. Следующее. Определять время отчета о результатах. Информировать коллектив, на который распространяется делегированная власть. Обеспечивать подчиненного необходимой информацией. Оценивать сроки и методы достижения результата. Делегировать последовательно, а не перепоручать только неинтересные или срывающиеся задачи. Предоставлять подчиненным возможность выбора делегируемых заданий. Рассмотрим ситуации, в которых делегирование необходимо. Первое. Когда подчиненный может сделать данную работу лучше. К сожалению, многие руководители избегают делегирования только потому, что не рискуют признаться в том, что в этой работе или в этом проекте подчиненные разбираются лучше. Между тем, ничего опасного для репутации руководителя в этом нет. В настоящее время, время узких специалистов, никто не ожидает, чтобы руководитель разбирался во всем лучше всех. Второе. Когда чрезмерная занятость не позволяет руководителю заняться данной проблемой самому. Время и силы его не безграничны. Еще никому не удавалось делать всю работу своего коллектива и точно в срок. Третье. Когда делегирование позволит руководителю высвободить время, силы для самых важных дел, имеющих первостепенное значение. Все остальные задачи должны быть делегированы подчиненным. Однако далеко не все функции руководитель может делегировать. Проанализируем обязанности, которые следует выполнять руководителю собственными силами. Первое. Это составление стратегического или перспективного планирования. Даже если руководитель будет разрабатывать план в тесном контакте с руководителями подразделениями, все равно ответственность за это планирование ляжет именно на руководителя. Второе. Подпор сотрудников и оценка их компетенций. Возможно, мнение подчиненных будет полезно при подборе сотрудников, но окончательное решение должно остаться за руководителем. Третье. Это контрольные функции. Контролировать действия сотрудников – это прямая обязанность руководителя. Четвертое. Стимулирование мотивации. Поощрять и отчитывать подчиненных руководитель должен самостоятельно. В этом вопросе важно помнить, что каждый человек индивидуален. Пятое. Задачи, связанные с конфиденциальной информацией. Не следует делиться с подчиненными личными или строго конфиденциальными данными. Рассмотрим преимущества делегирования полномочий и его недостатки. Итак, первое. Рассматриваем преимущества. Делегирование – это довольно действенный способ мотивации. Доверяя сотруднику в выполнении работы руководителя, вы формируете его ответственность, увеличиваете эффективность его работы. Второе преимущество – отличный метод повышения квалификации подчиненных. Выполнение незнакомой работы стимулирует сотрудника к освоению новой сферы деятельности. Третье – это экономия средств учреждения. Передавая работу подчиненному, зарплата которого невысока, вы тем самым сокращаете расходы. Четвертое преимущество – это прекрасный способ ускорения определенных процессов. Руководитель не может и не обязан разбираться во всем. Есть дела, в которых подчиненные разбираются лучше, чем руководитель. Задачи такого рода желательно передавать подчиненным. И последнее – это хороший шанс сконцентрироваться на более важных и сложных задачах. Переложив всю рутинную работу на плечи подчиненных, руководитель освобождает время для решения стратегически важных вопросов и для реализации первостепенных проектов. Перечислим недостатки делегирования полномочий. Передавая свои обязанности сотруднику или подчиненным, у руководителя нет уверенности в качестве выполненного задания. Поэтому первоочередной задачей делегирования является выбор компетентного специалиста. Второй недостаток – есть риск срыва сроков. Может так случиться, что сотрудник может не справиться с новыми обязанностями. Поэтому, устанавливая срок выполнения задания, не забудьте оставить пару дней на подобных форс-мажор. Следующее. Некоторые руководители панически боятся, что подчиненный выполнит их задачу лучше, чем они сами. Ну и еще один недостаток – это ответственность за невыполнение работы ложится чаще всего на руководителя. Естественно, часть ответственности будет лежать и на подчиненном, но отчитываться перед вышестоящим руководством – это прямая обязанность руководителя. И сотрудник не должен становиться щитом, которым в любой момент можно прикрываться от упреков вышестоящего руководства. Эффективность использования методов делегирования зависит по многому от того, удается ли руководителю избежать при этом типичных ошибок. Просмотрим некоторые из них. Первое. Неумение объяснять. От того, как подчиненный усвоил ваши первоначальные указания, зависит, справится ли он с задачей, ответственной за решение, которое вы ему делегировали. Вторая ошибка – отказ от использования обратной связи. Если взять пример из области педагогики, то лучшей формой обратной связи в данном случае была бы, например, просьба руководителя к подчиненному разрешить ему присутствовать на собрании или на уроке, которые будет проводить молодой педагог. Следующая ошибка – ворчливость. Ничто так не раздражает подчиненного, как непрерывное ворчание руководителя по поводу того, что он решал задачу бы совсем по-другому. Никогда не выражайте своего неудовольствия тем, как складывается ситуация. Если у вас нет конкретных предложений по ее улучшению. Еще одна ошибка – это боязнь уронить авторитет. Если вы чего-то не знаете, скажите об этом прямо. Правдивое признание в том, что и вы не знаете, как решить ту или иную задачу, не нанесет сильного удара по вашему авторитету. Но в следующий раз, когда вы скажете, что вам известно единственное приемлемое решение задачи, вам поверят легче. Это не только один. Продолжение следует... Продолжение следует...